Добро пожаловать в Донбасс-Арену, жемчужину или даже бриллиант Донецка, который благодаря компании Union Boxing Promotion становится уже не только футбольным бриллиантом, но и здесь проходят великолепные боксерские ивенты. Хотел бы напомнить, что мы подписали трехлетний контракт с компанией Union Boxing Promotion и при подписании этого документа мы вместе себе поставили цель амбициозную сделать Донецк не только футбольной столицей Украины, но и столицей бокса. Я уверен, что это событие, которое будет происходить в ближайшие несколько дней в Донецке, показывает, что мы уже на правильном пути. И я хотел бы поблагодарить наших партнеров за ту активную деятельность, которую они проводят по промоуции бокса, поскольку, насколько я понимаю, именно их заслуга стала причиной того, что эта конвенция происходит в Донецке. Поэтому мы рады, что бокс у нас развивается, мы рады нашему партнерству, рады приветствовать почетных гостей столицы Донецка. Хотел бы пожелать им хорошего мероприятия и всего наилучшего успеха в будущем. Приятного аппетита! Мы принесли три года контракт с Union Boxing Promotion, и мы поднимали амбициозный таргет, чтобы сделать Донецк не только футбол капитал Украины, который уже есть, потому что FC Shakhtar и Ангон-Басарина, но и также капитал Украины. И я уверен, что этот момент, который будет происходить в следующем день в Донецке, показывает, что мы действительно идем к этому таргету. И мы хотим благодарить наших партнеров за очень активную промышленностью в Донецке и в нашей стране, потому что это причина, почему эта конвенция была создана в Донецке, потому что работа с Union Boxing Promotion, я думаю. И я бы хотел желать всем очень продуктивным и успешным мероприятием. И снова, добро пожаловать в Донбас арену. Нам вас и люди задают вопрос, а почему вы поселяете людей в одном месте, а мероприятия торжественные в другом месте проводите? Некоторые люди задают нам вопросы, почему мы посетим один отель и какие-то мероприятия в разных местах. На что и отвечают. Мы даримся господином Атаманенко, господином Мендозой, и поставим палатки прямо на стадионе. И будем жить здесь. Он сказал, что он рассчитывал поставить тенки в стадионе в стадионе и может даже жить здесь. Нормально, а потом вместе. Главное, не на поле, Евгений Георгиевич. Похоже, не на поле. Самое главное, что нас посетил наконец-таки господин президент Набл Би Вей, мистер Мендоза. Для нас это большая честь. И самое важное, что это честно, что наконец-то есть мистер Мендоза в этом красивом городе. Давайте поприветствуем. Днепрошкой три года, как он появился. Все было три года, но мы наконец-то увидим мистера Мендоза в Украине. Теперь мы можем приступить к самой знаменательной части этого дня. У нас сегодня все-таки называемая пресс-конференция, правильно? Поэтому не против, думаю, наши оппоненты. Саша, нормально, абсолютно. Пожалуйста, давайте вопросы. Будем беседовать на любую тему. Теперь начнем с пресс-конференцией. У нас есть вопросы? Плоуру. Вопрос к господин Набл Би Вей. С вами Мендоза, пожалуйста, самые основные моменты, которые будут обсуждаться на конвенции. Пожалуйста, об этом поговорим. Прежде всего, я бы хотел бы к чему ответим. Скажу все вот, что больное, что доbar. Человекстраяỏi ли What terror поumberту по отношению к оппон capell the world mixing association because he's a very hard working in boxing he's doing something that I really recognize or the force to develop boxing in Ukraine I want to thank you for your honor and thank you for your honor and thank you so much for being here Что-то американский период не особо так, да, наш мэрисер по-американски, так что-то Покягиваться с агаром, совместно с легким американским акцентом. Пожалуйста, вопросы. Окей. Также я имею в виду, что большой босс здесь. И главный CEO. Я просто учусь. Я учусь, ты знаешь, что ты знаешь. Я очень-очень, очень, очень. Каждый это стадии они真的 здесь. Я никогда не гадалла, чтобы они была такой-очень. Что-то такое. Это реально место для fighter по-соцклому, для спортсляторов. Это все, что люди на Украине должны быть очень добры, чтобы у них это место. Это невероятно! Это кремная стадия. Справа от меня сидит большой босс, который руководит этим стадионом. Я, честно говоря, очень просто удивлен и не представляю себе, что такое строение может быть в Донецке. Это отличный стадион, место проведения не только для футбола, бокса, но также других видов спорта. Я просто поражен и хочу поздравить с таким замечательным стадионом, на котором имею честь проводить такое мероприятие. Тогда мы должны поблагодарить Рената Ахметова, владельца этого стадиона. Давайте поприветствуем, скажем вам аплодисменты. Мы должны благодарить благодаря владимирам Рената Ахметова, президент Шахтера Клаб. Спасибо. Я очень рада слышать, что люди, которые занимаются стадионом, что они местные стадиона и с университетеном в Университетской промышленности, которые решатся вместе на следующем следующем году. Поэтому я надеюсь и желаю, что у меня есть стадион и с мастерной продукцией университета, Они будут, в эти три года, победы в Донецке, особенно в Донецке и в Украине. Это мой лучший железнодорожник, который у вас есть. Добавить в Украине номер один, в Украине, может быть, и в целом. И вы видите, что трехлетний контракт, который они заключили, приведет, я думаю, к чемпионским поединкам и не одному на этом стадионе. Поэтому я очень горд и счастлив, что могу быть здесь и проводить такое мероприятие на этом стадионе. Спасибо. Что я хочу, от этого момента, в том числе, чтобы ответить на вопрос, я спросил мне, что будет быть важным моментом для конвенции. Я думаю, что главный момент, главный момент для конвенции, что развитие боксинга в регионах, ядерazла окружающих, что вы показали, что есть важные виды на конвенции. Я хочу, чтобы вы показали, что для конвенции в Казахстане все еще разны, что вы выберете о конвенциях для конвенции. Как вы, кстати, можете сделать конвенции на конвенции в Казахстане в новый сортсах, обучивая仇 в гонке с обучении, я также проявляю пространство на конвенции в его программе, чтобы улучшить каждый день, с эксперта из других стран, в стране, как в стране, многие из них учатся в стране и учатся в стране. Это то, что вы должны улучшить. В том числе, чтобы ответить на вопрос, основной вопрос в основном, в основном, в основном, что добавляют в этом направлении. Конечно, мы имеем очень важный семинар, также медицинский семинар, и другие вопросы относятся к чемпионату, к комитетам, etc., etc., но самый важный момент – это развитие регионального развития боксика, все вокруг мира. Это все понятно, это в адженде конвенции, но самое главное, и почему мы выбрали именно Донецк, чтобы здесь бокс продолжал развиваться такими же темпами. Бокс – это спорт, который ведет к улучшению и человека, и личности, и так далее. И поэтому самая главная задача этой конвенции, идея – это развивать бокс среди молодежи и как вид спорта. Пожалуйста, вопрос. Игорь Викторович, вы вчера говорили о том, что юнионбоксинг промоушен выступает посредником в этом мероприятии. Вот насколько имиджево важно для вашей промоутерской компании принять участие в этом мероприятии и способствовать тому, чтобы юбилейная конвенция состоялась? Ну, как вы думаете, 90-летняя, 90-летняя конвенция, конечно, престижна. Это во-первых. Во-вторых, не одни мы собирались проводить эту конвенцию, собиралось несколько стран, в том числе и Канада, в том числе и Таиланд, были предложения. Но самое главное – мы помогаем, мы организуем проведение, потому что по правилам WBA никакая промоушенская компания не имеет право брать на себя проведение этого мероприятия, поскольку, понимаете, вещи отсюда истекающие. А о престижности, вы, конечно, тоже понимаете, почему она. Значит, есть какие-то услуги перед мировым боксом, перед WBA в частности, потому что нам поручили провести эту конвенцию. Я так понимаю, что она сверхсерьезная конвенция. И как бы то ни было, WBA немножко помоложе, и WBA тоже помоложе. И нам очень престижно, и мы в аналоге нанесем это посещение, думаю, встретим на самом высоком уровне, проведем все замечательные вещи, которые связаны с конвенцией, и в итоге получим на выходе результат, который еще раз повысит мировой уровень Украины, про исламу и в любительском боксе. Это будет у нас проводиться или все-таки... Ну, постоянно, если бы только одна Украина проводила бокс, а так уже ста стран проводят, поэтому собираются директорат, и они решают, кому провести, в какое время. Следующая, в 91-м, будет в следующей стране. До этого было Никарагова, до этого еще были страны, до этого была Канумбия, Меделин. То есть каждый год... Единственное, что мы сделали до ПРО, это мы вытянули, наконец-таки, в Европу. Часто бывает такое, ну, пошли на встречу. Спасибо. Микрофон дайте. Да, да. Пожалуйста, чего главного ждет Union Boxing Promotion от проведения вообще этой конвенции? Давайте повторюсь. Поднятие имиджа, он и так высокий, но... Я думаю, что если мы проведем достойно эту конвенцию, то мы войдем в элиту первых компаний, которые провели достойную конвенцию, там, с 89-го, 90-го или какого-то года. То есть это не только имидж компании, это имидж страны в первую очередь. И поверьте мне, вот человек, который сидит перед вами, у него ни одна шапка профессора 25 университетов. То есть и калифорнийский университет встречает его как почетная осья, и даже наш университет торговый тоже встретит его и денется очередную шапку на его голову. Нужно перевести это обязательно. В 1882, how many years? More than 30. Okay. So, I was attending, at that time, to the university in Toledo, Ohio, в США. И я получил хорошие отношения с американцами. И я пошел в элитуции, потому что некоторые из них предложили мне, но в то же время они были в элитуции, которые были в элитуции. So, I attended that convention just because, okay, they're gonna try. And I get the votes. So, let me tell you something. At that time, Venezuela had, I think, Alberto, nine commissions? Nine commissions. And I only get two votes from my country. Seven against. So, that's happened. Но мы внедряем много изменений, особенно в Конституции. И самое важное изменение было это. Вообще, в моем выборе, все комиссии, все оборудовались в одном из них. Это значит, что в моем стране было 9 выборов. Вы знаете, Венезуэла была хорошая помощь, но не очень хорошая помощь. Очень хорошая помощь, но не очень хорошая помощь. И у нас было 9 комиссии. Почему? В Никахуа, я думаю, 7 или 6 выборов. Я говорю, все мои страны из Латин-Америка. Но это было Конституция в то время. Они были 7 выборов. И, в то время, они не были профессиональные боксеры. Но они были 7 выборов. И, в то время, в Коста-Риках, 7 выборов. И нет боксеры. И, в то время, 3 программы в 1 году. И это было стиль. И, в то время, 40 выборов. И, в то время, в хорошем состоянии, я думаю, 19 выборов в США. У Sangя, в России. У русских, в России. И даже в России. Сleeим- простое Office сουμεя две боксеры. Святого дня. И у нас countblicа. В Венезуэле мы называли «воксинг комиссию», «воксинг комиссию». В Венезуэле мы называли «воксинг комиссию», «воксинг комиссию», «воксинг комиссию». как? Я предложил изменения, и люди сказали, что мы будем уйти этого человека, и мы не имели вас, потому что у нас есть комиссия, и мы не имели удовольствие. Но я должен быть honest, мы будем давать и держать его по-откорпу со своим ситуацией Субтитры сделал DimaTorzok One Canadian, and one of the Muslim Americans. They said no. So never pass the vote to change the Constitution. So finally, I said we have to change this according to the power of boxing in every country. So you are going to, in spite of voting by commissions, now the vote is by federations. Но федерации не только в стране. Федерация в стране. Федерация в стране. Федерация в стране, Латин Америка, Норд-Америка, Африка, и Азия. Азия. Это народный материс, Universityofuerя, украина, Африка, или Африка. Продолжение следует... И другая причина, что я работаю очень трудно, очень хорошо, пытаюсь развивать боксин в регионах, потому что я думаю, что будущий боксин не в мире, а в регионах. Это причина, что я здесь, потому что я хочу развивать боксин в Украине, Европе, чтобы быть в этом месте, номер один в регионах. В общем, в общих чертах. Пожалуйста, вопросы. На этой конвенции, очевидно, будут обсуждаться вопросы касательно избирания руководящих органов WBI. Видели ли вы среди представителей регионов боксин в Украине людей, которые могли бы войти в руководство? Это некорректный вопрос, кстати. Но тут смены... Я так понимаю, по табелю, по раду, там не будет смены никакой. Тут комиссии не будут засчитать по поводу переизбрания. Наши вопросы в этом характеристики. Мы не ставим вопрос, что кто-то членов нашей юниципальной промышленности стоял. Но это некорректный вопрос. Мы вообще исключаем этот вопрос. Такого нет. Даже смена, это отдельный вариант. Когда смена руководства, то есть один вопрос выносится. У нас никто не может быть членом. Мы даже не желаем там быть. Извините. У меня тоже вопрос господину Мендози. Каких самых известных людей из мира бокса мы увидим в Донецке в этот день? Слово... Эль Монска в его отношениях? О, это �ди да! Что это означает? Моя страна по-кандирам в область... Какие из самых известных наборок в мире и в сетью в этот день? В этом году мы увидим... А, старт! Что это означает Мер Дурак? Я никогда не хочу говорить о том, что вам надо сказать. Я не хочу сказать имя. НЕ немцы. Я думаю, что мы говорим о лучшем... Мы говорим о лучшем, то есть много опынений. Но мы хорошем хорошем боксеры в Европе. которые были в Латин, в Индии, в других регионах. Но лучший человек, в этом году, в этом году... Кто будет приедем? А, кто будет приедем? В этом году я не знаю кто будет приедем. Я не знаю. Я не знаю кто будет приедем. Но мы сейчас в этом комнате. И это Дон Лалонс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, скорее всего, на этот вопрос ответит... Восьмого числа мы ответим, да? Элина Уфлина на вручение наград. Таблички готовы. Будет такая небольшая тайна. Хорошо? Летят люди первой величины звезды мирового характера, так скажем. Ну, господин президент сам подбирал. Кого-то менял. Ну, будут звезды. Поскольку есть таблички, будут и звезды. Так думаю. Обучающие команды надо будет правильно. Пожалуйста, вопрос. И один из лучших боксеров мы имеем сейчас в Украине. Он тут, в нашей городе. И один из лучших боксеров мы имеем сейчас в Украине. Он тут, в нашей городе. И еще есть один боксер, который живет в другой стране, тоже из этой страны. Я тоже хотел подарок. Музыкальный подарок. Музыкальный подарок. Музыкальный подарок. В исполнении исполнителя Синсуэлл. Ну, from Venezuela. Живет и работает в Украине. Я родился в Украине. У него специальная музыкальная группа. Липс, Норкс, Инвесуэлла. И он будет специалистов. Так что отдыхать будем под музыкальное унисуэллство и плати нас. Мы особенно имеем то, что вы можете расслабиться и веселиться с мунисуэллой музыкой. Румберос. 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 Амадор Лопес. Амадор Лопес. Амадор Лопес. Да. Он студент. Румберос. И не устраивает. Румберос. Господин Другой, как раз в продолжение затронутая вами тема. Какие-то еще сюрпризы для гостей конвенции заплатированы? Есть немножко, скажем так. Есть немножко, но открывать мы и до конца не будем. Вот. Я знаю, что люди горячие. Нотилская кровь участвует. Но для вас скажу, что мы там пригласили певицу одну украинскую по фамилии Лобода, чтобы так немножко кровь разогрели. Там еще пара моментов интересных есть таких. Вот. Кстати, они очень веселые люди. На конвенции мы не одной были с Дмитрием Васильевичем Лисеевым. В это время сегодня проходит, кстати, сейчас вот буквально началась конференция в городе Киеве, посвященная двадцатилетию Федерации бокса Украины. Вот. Мы там тоже номинированы. Дмитрий Васильевич по этой причине отсутствует. Мой партнер, товарищ. Вот. Так что все переплюлось. Сегодня мы чествуем в Киеве федерацию бокса Украины, а в Донецке вот оживление проходит. Тожественное состояние открытие. Коноленцы вы было впереди, пожалуйста. Не честь Украины, а честь бывшей России. Тогда еще мы назывались по-другому немножко. Двадцать лет назад, в принципе, реально. Вы сильно раз знаете такие фамилии, как Ягубкин, Засыпко, Мирошниченко. Европа все знала, по крайней мере. Некоторые фамилии даже не только в Украине, но и в прошлом Советской Республике. Вы даже знаете некоторые фамилии, как Мирошниченко, Засыпко. Некоторые фамилии украинские боксеры, которые в Советской Республике было 50% боксеров были из Украины и из Донецка, в частности. В общественной честь им и хвала, сегодня юбилей такой, давайте поаплодируем. Многие болеют, но такова жизнь. Они свою жизнь отдали боксу, посвятили боксу, завоевали и высокие награды для своей страны. Счастья и хвала. Они дали свои жизни для боксера и дали много авардов для этого страны, поэтому мы хотим их благодарить за это. Пожалуйста, вопрос. Юрий Георгиевич, вы можете вспомнить момент, когда Юнинбоксин Промоушн вступил в WWE? Что вы тогда чувствовали? Что вы чувствуете сейчас? Какие у вас ощущения с пусковой? Правду сказать, первый раз в Тмитре Васильевича мы потерялись просто, когда увидели всю семью WWE впереди. И мы изначально потерялись, потом мы поняли, что попали в большую, большую семью. Первую. Возвращенность, когда мы встретили и встретили всех в WWE, Дмитрий и Юрий были немного失ы. Но потом, очень быстро, они поняли, что это одна большая, большая семья. Я так думаю, что 50% успешности этой версии вот в этом человеке. Его энергии, его отношение к делу. Таких людей, как Владимир Медоза, мало. И люди, которые рядом с ним, они воплощают все его действия в жизнь. Он молодец, и он своей энергией заряжает всех сидящих здесь в зале и своих помощников. Я ни в коем мере не умоляю достоинства сына господина Медоза тоже господина Медоза. Он не может быть в форме, но пытается подать Медоза сын. Он тоже хороший человек. На сегодня Медоза номер 1, сын номер 2. Сегодня Медоза Медоза номер 1, сын номер 2, для сейчас. Давайте аплодируем. У меня вопрос, господин Медоза. Сейчас за одним столом сидят руководители в старейшей в мире боксерской ассоциации, и руководитель самой молодой в Украине боксерской организации. У меня вопрос к господину Медозе. Сколько всего промоутерских компаний сотрудничает с вашей организацией, и в этом мировом рейтинге на каком месте вы видите компанию из Донецка? Хороший вопрос. Вопрос для вас. У нас есть... ... 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 Я должен ответить вопрос о регионах. Мы имеем все регионы мира. Регионы. Латин-Американские регионы. Европейские регионы. Азиан-Пасифические регионы. Африка. Африка. Регионные крайのは в ночь Америки района. Совет%. Вот 5 регионов работает с лигой Лавропейедой. Ах — это было же движение в нашей стране. Ты имеешь в виду. Сегодня мы работаем. При этом не факту. Это будет просто русская эрệu-эрделарь. Так происходит нет белого 친-дцев. Мы работаем с реальными странами, которые имеют боксин. Но вы не сможете считать странами, которые не имеют боксин. Так что, каждый регион имеет автономию. Каждый регион имеет автономию, и каждый регион имеет президента. И они, как бы, имеют автономное значение. Это один из изменений, который я также представил в Конституции. Я изменил власти и я изменил автономию региона. Я даю автономию региона, в соответствии с новой Конституцией. Я предложил внести изменения в Конституции и каждой региональной организации дать возможность иметь свой собственный голос WBA. Каждый регион имеет один президент, и это организация. Они имеют президент, президент, рейтинг-комитет, джерман. Они имеют чемпион-джерман в каждом регионе. Таким образом, мы работаем сейчас. Они являются членами WBA. Какие страны есть в каждом регионе. Вы можете получить эту информацию в конвенции. Но они приходят сюда, чтобы знать, какие страны они были в каждом регионе. Просто принцип работы такой, что мы дали автономию и голос каждой региональной организации, которая имеет своего президента, своих региональных представителей и чемпионов. Поэтому все это поддерживают такой принцип и подход к работе. В каждом регионе, они выполняют свои решения в каждом регионе. И они приведут свои решения в конвенции, в каждом регионе. Представители принимают у себя какие-то решения, которые потом выносятся на рассмотрение организации WBA. Вот как это работает. Каждый президент регионального представительства WBA имеет свою власть, скажем так, и право голоса. Поэтому моя задача как президента урегулировать их отношения и чтобы каждое мнение было важно, было рассмотрено и принято какое-то решение, которое бы удовлетворяло всех. Поэтому многие годы, которые я являюсь президентом WBA, у меня не было никогда статуса диктата. А нам сказали, что он не пьет, не курит, и ходит с детьми в город. Он же войскал, поэтому он только сохранится хорошо, сколько это является президентом Вашим. И иногда мы имеем конфликт интересов между другим регионам и другим регионам. Например, у меня есть власти в Латин-Америке, у меня есть в России в России в России, и у меня есть в России в России. И я сказал, что этот боксер должен быть номер два в мире. Но у меня не было, что это мой право! Мой боксер – это лучший, и моя рекомендация как координатор – «Окей, поставьте пять, и победитель, он будет идти в другую позицию в рейтинге». Иногда происходит перехлёст интересов между региональными представителями, допустим, европейских и латиноамериканских. И это, скажем так, моя задача, и чтобы уладить этот конфликт, и принять мудрое решение. Поэтому это всё не так уж просто. Пожалуйста, вопросы. Учитывая, что вы не диктатор и уложиваете конфликты, получается, что вы не ведёте рейтинг промоутерских компаний, которые сотрудничают с вашей организацией. So, another part of the question was, if you had a rating of companies you collaborate with, то есть, что вы делаете в этом рейтинге? А, в этом рейтинге? А, в этом рейтинге. А, в этом рейтинге. That we put 15 people in the rating, 15 boxers in the rating, and we have everybody look at the first five positions. This guy, for sure, he had to be in the first, one of the first three positions. I don't know if he's number one, number two, number three, but it's among the three positions. Ну, если оценивать положение и рейтинг, то, что вы спрашиваете, я бы, наверное, не знаю, на какой позиции. В первой, второй или третьей, но в тройке лучших, однозначно. Ана, from the point of view, from the point of view of the objective he had, I know he wants to be the number one. I can, I know, that's the impression that I have. But he's working very hard, and I think if he continues doing what he's doing now, it's easy to get that position. But in the report that we have in this convention, you will see the number of fights that every promoter made during the year, the quality or the caliber of the champion they have. So that's the way we have to measure that position. But at this time, I can, for sure, tell you an answer to you that he's one of the three of the best promoters in the world now. To the WBA. There's a special award for you, and that's a special award for our promoter. To say it's true, but if you're at a point of view, it's his first position, it's your main point. It's your main point. He says that he will win in the top 10. And she has no question about it. He already has the best venue for boxing in the world. Right here. Thank you. Мы за града, мы за бокс, скажем, не только за бокс. Мы не получаем для победы, мы для боксинга. Да, я знаю, я знаю. Если можно вместо моей награды, кто-то выступит за звание чемпиона мира. Я готов поменять эту награду. Мы можем просто поменять победу от WBA, чтобы иметь еще один чемпион в WBA. Или возможность иметь еще один чемпион. Я рады слышать, потому что в боксинге есть еще один сектор. Например, как в индустрии, как, you know, ни организации в мире. Боксинге есть очень важный сектор. Но иногда мы не думаем о том, что самый важный человек в боксинге. Кто-то боксер. Кто-то, 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 кто-то. Но есть supporters, которые идут к тому же в секторе, в следующий раз, в случае боксинге, Temporيا Кал Cantina. Так что, я работаю сейчас, чтобы повлечь ma…. Олзо проîtесь. То, что сказал Юрий, для меня очень приятно слышать, потому как мы все видим, что бокс в мире это некая индустрия, которая приносит деньги, которые вовлечены очень многие. Вот что мне очень приятно отметить, что Юрий прежде всего заботится о боксере. Мы очень часто среди этой суеты и индустрии мы забываем о самом главном герое, скажем так, в боксе. Это самого боксера. Поэтому это очень важно, это очень импонирует мне. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok чтобы улучшить качество боксинга. Я хочу привести к людям к своим мнению социальной responsabilности боксинга. Почему социальная responsabilность боксинга? Боксер, человек, человеческий человек. И, пользуясь случаем, я вспомнил этот момент, мне был задан вопрос, о чем вы думаете сейчас, если говорить о боксе? Какая у вас самая главная идея, которая преследует вас? В этой связи я хочу обратиться к вам, представителям масс-медиа, что от вас очень многое зависит, то, как вы освещаете бокс и доносите до зрителей, до фанатов бокса, что находится, что внутри бокса и так далее. Очень важно, чтобы вы донесли людям о социальной ответственности. То, что боксер, это прежде всего человек, и об этом нужно не забывать никогда. Это должно быть на первом месте. Я хочу видеть боксеры, когда они закончат их карьеры, когда они закончат их карьеры, как боксеры, как чемпионеры, или что-то, они вернутся к социальной политике, как настоящий гражданин, чтобы они смогли contribute, чтобы сделать что-то продуктивное в их социальной политике. И самая главная идея, можно сказать, назвать цель и мечта моя, чтобы по окончании карьеры любого спортсмена, в частности боксера, чтобы спортсмен после окончания своей спортивной карьеры возвратился в жизнь нормальным человеком и смог приносить пользу государству и себе, естественно. Мы должны быть готовой, мы должны объектрировать, мы должны объектрировать к концу między статей над тем, как бушистой, так же как бухгер, по-каковой обслуживности, интерфейерам, по-каковой организации, по-каковой обслуживности, и многие других статей-хоторитет, чтобы совершить бушистом социальное вопросение, социальное преимущество. Мы нужны эти договоры как быстро, потому что боксеры, когда они чемпионы, они получают много денег. И мы нужны, чтобы они получают деньги, чтобы сделать что-то продуктивное в будущем. И я хочу, вы знаете, с большими людьми вокруг бокса, включая, конечно же, медиа. Получали все лучшее от жизни. И опять же говорю о социальной ответственности и приносили обществу благо и себе естественно. Поэтому наша задача сделать именно это и поставить спорт вот на такой новый качественный уровень. Скоро приезжает сын Анатодина Медозы. Вопрос есть еще? Еще один вопрос. Пожалуйста. Юрий Георгиевич, какая сейчас у вас головы самая главная мысль о боксе? Какая самая главная мысль о боксе? Поехайте встретить сына Анатодина Медозы. Впереди, пожалуйста. Анатодина Медоза. Какая идея в Юрий's head? Вопрос был. То есть, чтобы встретить своего сына. Поехали. Не опоздай, скажи. Не опоздай в аэропорт. Не опоздай в аэропорт. Это то, что я думаю сейчас. Папу встретили, о меня забыли, скажу, да? Поехали. 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 Ну, не заищевая причина. Ну, нет и нет. Что случилось с нашим обленчайком? Мы там поволновались, скажу так сильно. Мы были немного боевыми, потому что Медоза не потерялся. Мы были ждем в аэропорт. Мы были ждем, что произошло. Но мы были очень рады и рады, что все получилось. И мы были в порядке. Мы были в порядке. Запросили в Киев. Под описание обошел один португамец. Но это был не господин Медоза. Ошиблись. Мы подождемся. Во-первых, есть интересная история. На военном, есть еще один доктор, естьcla m èsta м еду из portugal. Так что мы думали, что это м еду из Медоза. Но, внуковом, это было не было. Сын, 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 сын. Сын, сын, сын. Но не выглядит он. Спасибо всем, за все вопросы. Спасибо всем, за все вопросы, за что здесь. Да, еще одно вопрос. Очень breve. Я хочу сказать все медиа здесь, конечно. Я хочу сказать, как вы, как медиа, чтобы помогать в общине, чтобы получить позицию, как я уже говорила, социальная responsabilность. Какие кампании, как КО Дрога. У нас есть КО Дрога. У нас есть проблемы с Дрогом. У нас есть проблемы с Дрогом. У нас есть помощь. У нас есть помощь. У нас есть помощь. и благодаря всем людям. Я хочу, пока.. я бы хотел обратиться к вам, представители, средств массовой информации и еще разом сделать акцент на социальную ответственность. У нас есть программа против КО, против наркотиков. А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь? А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь. А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь. А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь. А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь. А для осуществления этой программы нам нужна ваша помощь. Спасибо. Спасибо.